Здравствуйте! Здравствуйте! Вообще этот год для Ирана был очень непростым. Все дело в том, что в прошлом году было выбрано новое правительство Ирана, которое уже с сентября начало работать. И вот сейчас уже получается больше года, как у нас в стране, у нас это в Иране, работает это новое правительство, которое возглавил Ибраим Раиси, представитель, скажем так, консервативного крыла политических сил в Иране. И само правительство тоже в основном связано и с исламскими фондами, и с корпусом стражи исламской революции. Остальные были связаны с бывшими членами правительства Махмуда Ахмади Нижада. То есть это как бы с точки зрения европейских понятий, это консервативное правительство. И поэтому еще в прошлом году были некие напряженности между, скажем так, иранской делегацией и делегацией шестерки, которая собиралась в Вене для восстановления СВПД. То есть вот этого всеобъемлющего плана действия, из которого при Трампе вышли Соединенные Штаты. В результате чего администрация Соединенных Штатов в периоду Трампа наложила очень сильные, я бы сказала, санкции, то есть ввела сильные санкции против Ирана. И, конечно, Иран оказался в очень сложной ситуации. Но правительство Роухани, особенно когда поменялась политическая ситуация и в Соединенных Штатах, стало вести переговоры о восстановлении СВПД. Ситуация начала меняться сразу в положительную сторону. И год был закончен с положительными результатами. Я имею в виду, что темп роста ВВП стал положительным. Несмотря на то, что вот так закончились выборы нового президента, было сформировано вот то правительство, о котором я сказала, и было кратковременное, буквально на квартал, снижение темпов экономического роста, поскольку правительство РСИ заявило, что оно тоже продолжит переговоры. Вот этот рост политический, экономический, извините, продолжился. И, в принципе, нужно сказать, что санкции не были отменены. Но на них контроль за соблюдением этих санкций, конечно, значительно уменьшился. И Иран стал не только наращивать производство, скажем, во всех отраслях экономики, но даже и в экспорте своей нефти, на которую особенно сильные были санкционные вот такие препоны. Поэтому Иран, в принципе, рассчитывал, и не только Иран, но и международные организации, и Мировой Всемирный банк, и Валютный фонд, по прогнозам, Иран должен был закончить этот год с весьма высокими показателями роста. Однако вмешались иные факторы в развитие Ирана, которые можно назвать и внутренними причинами, и внешними причинами. Главными из них были это события на Украине, как ни странно, которые оказали влияние на ситуацию в Иране. С точки зрения его взаимоотношений с Западом и внутренние причины. Потому что с сентября месяца в Иране начались протестные массовые выступления, связанные со смертью молодой курдянки Махсы Амини, которая была задержана за неправильное ношение хиджаба. И в полиции ей стало плохо, она была доставлена в больницу, скончалась. И население это было воспринято как, скажем, чрезмерное вмешательство полиции в бытовую жизнь иранок. И вообще в то, что полиция превысила свои полномочия. Вот это движение, которое началось как бы против хиджаба, оно перекинулось сначала из Тегерана в Секис, это родину Махсы, а затем очень быстро распространилось по всей стране. Это движение стало массовым. И впервые в последнее время оно стало не экономическими объясненными причинами. Не тем, что повысили цены на какой-то товар, не тем, что задержали зарплату. А вот из-за того, что полиция нравов арестовала, задержала молодую курдянку, что и привело вот к таким печальным результатам. Нужно сказать, что, конечно, вот такая форма одежды, она появилась в Иране и стала как бы обязательной после революции 79-го года. Но, тем не менее, временами как бы претензии к форме ношения менялись. Они то ослабевали, то усиливались. А вот в июле этого года новый президент России издал вот указ о более строгом ношении хиджаба. И вот результат, до сих пор вот это движение не прекращается. И, конечно, это очень сложно, тем более оно охватило главным образом, конечно, молодежь, ну, женщины молодежь. Женщины стали снимать платки, резать волосы и так далее. В общем, это, конечно, так, чтобы больше трех месяцев продолжалось такое протестное движение, несмотря на введенные строгости, на борьбу с этим движением, которое стало менять формы. И молодежь, например, чтобы не было претензий, она вечером может забираться на крыши домов и вот выступать с лозунгами, да. То есть они не требуют все как бы массовое изменение власти, совершения правительства. Нет, они требуют только более свободного, более изъявления в таких вот бытовых вещах. В том, что как одеваться, слушать ли музыку, ходить ли вместе мужчинам и женщинам на стадионы и так далее. Вот эти вот требования. Это впервые вот такого рода в Иране. И это, конечно, не могло не повлиять и на отношение Запада к этому протестному движению. И поэтому Запад стал накладывать уже санкции, вновь вводить санкции против Ирана. Ну, что значит против Ирана? Против определенных физических лиц, против организаций. За то, что они не дают свободно выражать населению свои мысли и борются. Потому что есть, конечно, и арестованные, есть и погибшие во время этих движений, которые перерастают иногда в националистические даже какие-то движения, потому что подхватывают их... Ну, в Курдистане понятно, потому что Макса была курдянка. Ну, в Белуджистане, в Курдистане и Белуджистане очень сильные протестные движения. Здесь уже прибавляются столкновения шиитов и суннитов и так далее. То есть это, конечно, оказало влияние и на темпы экономического развития. Что с точки зрения украинского фактора развития? Это Запад ввел санкции и против России, и против Ирана. Потому что считают, что беспилотники, которые используются нашими силами на Украине, были поставлены Ираном. Иран это отрицает, а он отрицает не то, что это иранские беспилотники, а то, что они были проданы России еще до событий. И как их используют, это уже... В этом-то он как бы не виноват. Вот. Россия и Иран впервые оказались в удивительно похожей ситуации. То есть до событий на Украине Иран был той страной, против которой больше всего было введено санкции. Сейчас Россия оказалась более такой в этом плане, скажем, страной, которая занялась, можно так говорить, получившей наиболее количество санкций со стороны Запада. Вот. И это явилось тоже своеобразным, что ли, фактором, который сближает интересы. Хотим мы того или нет, но это так, мы оказались в похожей ситуации. И если и до этого эти две страны часто говорили о своем стратегическом сотрудничестве, то теперь это как бы еще определяется схожестью вот этих вот ситуаций в отношениях с западными странами. И действительно, и Россия, и Иран заинтересованы в сотрудничестве друг с другом, особенно, скажем так, с экономической точки зрения. Это делается в отношении активизации транспортного коридора в север-юг. Да, коридор был создан давным-давно, тем не менее он фактически бездействовал. А вот в силу необходимости в этом году постоянный обмен и делегациями, и причем делегация самого разного уровня, привели к тому, что он фактически начал более работать. Да, это первые контейнерные перевозки. Тем не менее он заработал, причем заработал и с западной стороны, то есть со стороны Каспийского моря, где Азербайджан, где Астара, и с востока, то есть через Сирахс. И вот как раз два контейнерных последних поезда, они прошли как раз через Сирахс. Причем эти поставки из России идут и в Иран, и через Иран. То есть используется транзитный потенциал Ирана для доставки наших российских грузов в порты Индии. До Мумбаи идут эти суда через Чайбахар и далее в Мумбаи. Кроме того, мы продолжаем работу Бушери, поскольку мы построили первую АЭС в Иране, и уже принято было решение о увеличении числа реакторов. Эта работа продолжается. Мы сотрудничаем в энергетике. И вообще для нас Иран сейчас приобрел еще значимость с точки зрения пополнения нашего продовольственного рынка. Именно из-за тех санкций, которые были введены в отношение России, и сложности оплаты. Поэтому Иран и Россия договариваются о совмещении наших платежных систем, «Шитап иранской, наш мир», и о переводе в национальные валюты оплаты. И действительно, Иран поставляет нам сейчас и фрукты, и овощи. Ну и раньше мы поставляли, особенно последние два года. И в этом году иранский парламент разрешил как раз большую часть пшеницы закупить в России. Все дело в том, что в Иране ситуация очень сложная с осадками. Там действительно водная проблема стала острейшей. Но на Востоке сейчас она, в Иране, особенно острая, потому что в Иране нет, в принципе, больших рек. Это в основном подземные источники. И по многим исследованиям, международным исследованиям, в общем-то, подводные запасы воды не успевают восстанавливаться. Иран находится в состоянии острого водного кризиса. И больше всего он отражается, конечно, на производстве вот такой культуры, как пшеница. Потому что хлеб – это основной продукт питания в Иране. И Россия для Ирана действительно поставляет пшеницу. Кроме того, для Ирана Россия – это импортер растительного масла и различных культур. То, чего тоже в условиях водного кризиса так Ирану не хватает. Поэтому, судя по тому, что Иран в этом году принят в ШОС, и это дает, на мой взгляд, дополнительную возможность укрепить наши отношения, в том числе и в области безопасности, и в области экономических связей. Потому что это каким-то образом позволит избежать, может быть, санкционного давления. Сейчас на повестке дня создание свободной экономической зоны между Ираном и ЕС. Проблема, в принципе, уже решена, там остается за немногим. Ну, скажем так, договориться о тарифах на поставку некоторых товаров. А так принципиальные соглашения достигнуты. Я думаю, что вот эти отношения между Ираном и Россией, в них заинтересованы обе страны. Поэтому они и должны развиваться. И должны развиваться не потому, что вот это связано с санкциями, а потому что, действительно, они были в разные периоды, по-разному складывались эти ситуации. Но, тем не менее, мы всегда поддерживали это отношение. И нужно сказать, что в этом году, как ни странно, у нас, скажем так, несколько лет тому назад, вот даже три года тому назад, товарооборот чуть больше полтора миллиарда долларов. А сейчас, в этом году, за десять месяцев, он превысил уже 4 миллиарда. Это тоже само по себе говорит уже о том, что мы заинтересованы в развитии наших отношений. У нас одна из главных проблем – это подписание долгосрочного соглашения, которое действовало, уже срок его истек, и мы каждый год его продлеваем. Текст этого соглашения, в принципе, он практически согласован. Остаются небольшие нюансы, которые были связаны, конечно, и со сменой правительства, и с тем, что в Иране изменился состав парламента. Но вот на данный момент основные позиции все согласованы. И мы рассчитываем, что в самом ближайшем будущем вот это долгосрочное соглашение о сотрудничестве, которое, как правило, рассчитано на 20 лет, на 10 лет, предыдущее было на 20 лет, вот, оно будет подписано. Договоренности есть. Это соглашение открывает возможности не только вот нашего взаимодействия в отношении финансирования проектов, да, это тоже там предусмотрено, но еще и в области обмена студентами, культурного обмена. У нас и сейчас в стране очень много учатся студентов из Ирана. Это даст еще больше, откроет возможности для того, чтобы мы чаще обменивались студентами. Вот, пожалуйста, вот только что мы издали книжку, которая посвящена 100-летию договоров с Ираном, Турцией и Афганистаном. И одни из авторов нашего, например, иранского раздела – это иранские авторы. Как правило, если посмотреть любой из наших сборников или из работ, мы обязательно привлекаем ученых из Ирана. Они у нас бывают часто, мы там бываем. И это, я думаю, что и в дальнейшем эти отношения сохранятся. Вот даже в отсутствии, скажем так, сейчас сложных таких финансовых расчетов проводятся телемосты, в которых мы тоже принимаем самое активное участие и общаемся и спорим с иранскими коллегами. А скажите, а Иран наш союзник все-таки? Ну, конечно. И планируют ему оставаться, так понимаю? Ну, будем надеяться, потому что Иран, как правило, старается занимать нейтральную позицию, безусловно. Союзник он в том отношении, что он не выступает против. Это не значит, что он нас напрямую может поддерживать, но во всяком случае при голосовании он ведет себя больше в нашу пользу. И надо сказать, что очень нейтрально относятся вот к последним событиям, которые осложнили так нашу ситуацию с рядом стран. Спасибо большое. Угу. Угу.